На превью к этому видео изображен реальный культурист-суперчемпион, который стал инвалидом. Это Ронни Коллиман, парень, который 10 лет вдохновлял всех культуристов планеты. Но для меня его телосложение никогда не было эталоном, я всегда равнялся на других ребят. Когда мои волосы были длинные, кучерявые, а мышцы большие и упругие, мне часто задавали вопрос, какой культурист самый крутой? И я всегда называл два имени. Флекс Уиллер за уникальную эстетику и генетику. И Арнольд Шварценеггер, потому что он получил от спорта больше, чем спорт получил от него. Это сейчас редкость. Ну вот прошло 20 лет. Флекс потерял ногу, почку и остался без денег. А Арнольд потерял жену, семью и живет с осликом. И теперь у меня другая проблема. Я больше не могу сказать, что эти парни меня вдохновляют. Привет! Как видите, все относительно в нашей жизни. То, что нам нравилось раньше, может не нравиться сейчас. И наоборот. У нас сегодня новый формат, разговорный. Поговорим о том, о сем. О тех вещах, о которых обычно не принято говорить. Но если не я, то кто же с вами обсудит эти замечательные и полезные истории. Они действительно полезные, несмотря на то, что за каждой из этих историй стоит определенная катастрофа, определенные ошибки. Я считаю, что нужно это обсуждать для того, чтобы самим потом не совершать такие ошибки. Ведь всегда лучше учиться не на своих, а на чужих ошибках. Именно этим мы сегодня и займемся. Мы разберем 10 фатальных историй. Я составил определенный рейтинг. Вот так он выглядит. 10 судеб, 10 ошибок. И давайте начнем с Рича Пиано. Рич Пиано стоит на 10 месте. Очень известный культурист. Где-то 10 лет назад он стал известен не столько за свои физические достижения, не за чемпионаты, не за победы на соревнованиях. Он стал известен за счет своей определенной фриковости и тем, что он был очень широко представлен в социальных сетях, в частности на Ютюбе. В 2017 году, в возрасте 46 лет, этот человек умер. Но он до сих пор живет в наших сердцах. Культуристы очень часто губят свое здоровье и умирают направо и налево. Поэтому мало кто может, пожертвовав своим здоровьем, получить что-то взамен. Вот Арнольд Шварценеггер это смог сделать. И Рич Пиано смог это очень эффективно сделать. Он выпустил свой бренд спортивного питания, который назывался 5% Nutritional. И, соответственно, у него был какой-то продукт, который приносил ему хорошие деньги. И тем самым его занятия бодибилдинга, его большая мышечная фигура, его брутальный вид, все вот эти татуировки, они имели смысл финансовый. То есть то, что он делал, долго приносило ему хороший доход, хорошие бабки. Соответственно, у него постоянно был мотив быть большим, быть брутальным. Быть татуированным. Потому что это определенный такой имидж, агрессивный имидж, на который есть спрос у аудитории. Многие молодые ребята хотят быть такими альфачами, брутальными, здоровыми. Чтобы все вокруг смотрели на них и удивлялись. И Рич Пиано, в общем-то, был именно таким парнем. Что касается его ошибок. Первая ошибка – это использование синтола, анаболических стероидов, гормона роста и множества других запрещенных веществ. Вторая ошибка – это использование наркотика. Он баловался опиумом. Это считается тяжелым наркотиком. Все закончилось резко и неожиданно. В 2017 году он со своей девушкой что-то там дома праздновал. Пошел в санузел. Ему стало плохо. Он упал, ударился головой. По-видимому, судя по тому, что потом рассказывала девушка, были определенные предпосылки. Он часто, когда они гуляли, чувствовал себя плохо. И у него ловил какие-то приступы гиппо. У него кружилась голова. Даже есть соответствующие видео. И в какой-то момент он потерял контроль над собой. Упал. Разбил голову. Девушка вызвала 911. Быстро приехали. Через 10 минут. Но уже было поздновато, потому что сердце уже работало нестабильно. То работало, то не работало. Его поместили в медикаментозную кому. И через какое-то количество дней он умер. Дальше интересно. Мы знаем, медики, которые приехали, сказали, что был какой-то белый порошок рядом с ним. Они предположили, что это опиум. И дали ему специальное лекарство от передоза опиума. То есть медики пришли к выводу, что у него был наркотический передоз. Однако эта информация, так скажем, не подтвердилась. Потому что они, видимо, не анализировали на наркотики его кровь. Поэтому мы сейчас можем только предполагать, что это был забелый порошок. Девушка говорила, что это был притренинг, например. Хотя медики решили не так. Но вот что мы точно знаем, так это то, что на вскрытии оказалось, что у парня сердце в два раза больше нормы. Печень в два раза больше нормы. У него был порог сердца. И у него был атеросклероз. И в совокупности это такой веселенький букетик, который, в общем-то, его и загубил. У него все работало нестабильно. В чем ошибки? Большое сердце, большая печень – это анаболические стероиды. Пороки сердца. Неизвестно, что за пороки сердца. Но очень часто пороки сердца возникают из-за использования гормона роста. Потому что в сердце есть клапана. Они чем-то похожи на хрящевую ткань. И, в общем, от гормона роста эти ткани могут разрастаться очень сильно и приводить к порокам сердечным. Это достаточно свежая информация. Еще 10 лет назад про нее не было известно. Но вот это, скажем так, предположение, из-за чего могут быть пороки сердца. Атеросклероз. Это значит, что просветы в сосудах становятся меньше. Из-за чего это происходит? Это происходит из-за того, что во время приема анаболических стероидов увеличивается количество плохого холестерина, который откладывается на стенках сосудов. И тем самым он сужает просветы. Соответственно, шланги становятся уже. В то время как использование анаболических стероидов приводит к увеличению красного количества красных телец в крови. То есть, объем крови увеличивается. Густота крови увеличивается. А просветы сужаются. К чему это ведет? Ну, это ведет к проблемам сердечно-сосудистой системы. И могут происходить какие-то коллапсы. В целом, здоровье было ни разу не хорошее, судя по вскрытию. И сердце в два раза больше, и печень, и пороки в сердце, и атеросклероз. Ну, вот вообще полный коктейль. И при всем при этом туда еще добавляется опиум, либо что-то, либо какой-то белый порошок. И Рич Пиано очень такой неоднозначный парень. Мне он нравится с точки зрения того, что он вытянул из спорта больше, чем спорт вытянул из него. В отличие от многих других чуваков. Например, в 2014 году умер Грег Ковач. Это очень крупный бодибилдер. Вообще, он считался самым крупным из всех соревнующихся. Он весил 180 килограмм. И, конечно, с точки зрения эстетики спорта он не был очень крутым. Но с точки зрения такой фриковой огромной массы он был очень-очень. В этом плане они похожи с Рич Пиано. То есть, они оба выступали на соревнованиях. Но как спортсмены они не очень хорошо себя зарекомендовали. Но как огромные массивные чуваки с большой массой, такие фрики. Фрики в пределах нормы, в пределах спорта. Они зарекомендовали себя очень классно. Оба погибли. По поводу Ковача есть одна прикольная история, которую рассказывала его девушка. История следующая. Чтобы вы понимали размеры этого чувака. И проблемы, которые возникали из-за этого размера. Ковач поехал на тренировку в тренажерный зал. И у него случился понос. И потом персонал зала жаловался. Эта девушка рассказывает. Персонал зала жаловался, что когда они зашли в уборную. Она вся была, простите, в фекалиях. И на полу валялись полотенца, испачканные в фекалии. И что же произошло? Оказывается, этот Ковач не мог вытереть себе задницу руками. Ну, потому что он слишком большой. Потому что слишком большие бицепсы. Потому что большая спина, широчайшая. И когда с ним случилась вот эта неприятность, он что сделал? Он закрылся в уборной. Он взял полотенце. Протянул полотенце у себя между ног. И пытался вот таким образом полотенцами вытереть, потереть себе задницу. Ну, вы понимаете, что все вокруг было в чем. И как это все происходило. Это была такая, знаете, жалоба его девушки на то, что с ним было сложновато жить. Потому что ему иногда нужно было, чтобы ему подтирали. Потому что он был слишком большой. 180 килограмм. Рука 65 сантиметров. 180 килограмм. Весил чувак. Метр девяносто. И да, он был очень большой. Но он никак не смог это монетизировать. Ну, просто фрик. Просто фрик. Который там в 2014 году умер от сердечного приступа. От сердечного приступа. То есть, проблемы с сердцем – это такие ключевые, самые популярные проблемы у профессиональных культуристов. Потому что сердце растет в размере. Его ритм меняется. Если есть какие-то пороки, врожденные или приобретенные. Так или иначе, сердце, сердечно-сосудистая система – это то, что находится в основной группе риска. Так вот, Грэг Ковач, он не смог монетизировать свою огромность, свою фриковость. А Рич Пиано смог. И смог очень эффективно. Он оставил после себя великолепную компанию, которая приносила хороший доход. То есть, он вовремя сориентировался, что нужно людям. Людям нужна вот эта массивность, фриковость, татуировки, соответствующий образ. Людям нужно, чтобы ты присутствовал в социальных сетях. И людям нужна определенная вот такая вещь, на которую никто не обращает внимания. Откровенность, искренность. Вот Рич Пиано, он был очень откровенный. Вот если посмотреть его старые видосы, он про любые темы говорил очень откровенно, как есть. То есть, он не скрывал, что использовал анаболические стероиды, гормон роста, синтол. А он был очень засинтоленный, вот прям очень засинтоленный, вот уже на грани. Он был на такой грани, после которой уже терешин начинается, да. То есть, уже руки-базуки. То есть, вот еще чуть-чуть. И уже как бы его рассматривать именно как спортсмена соревновательного, вот уже точно нельзя было бы. Но вот плюс в том, что он был очень искренний. Он говорит, ну да, я типа там юзаю анаболики. Это мой выбор, да, это опасно. Ну вот мне, это часть меня, я вот такой. Ну да, вот я юзаю то, я юзаю то. А вот те вот юзают и врут вам. А я вот не вру, я говорю правду. И это очень сильно подкупало. И это такое конкурентное преимущество. То есть, он не пытался показаться лучше, чем он есть на самом деле. Он был искренний, откровенный. Он был очень здоровый. И это привлекло людей. И он смог это превратить в деньги. То есть, он начал продавать свое собственное спортивное питание. И добился очень большой популярности и известности. Гораздо больше, чем он мог бы добиться, если бы выступал на соревнованиях. Следующий наш герой – это Азиз Шавершян. Более известный как Зиз. Этот парень в 1991 году родился в Москве. Но потом его родители эмигрировали в Австралию. И, собственно, там он стал известен. И пик его популярности пришелся на 2011 год. То есть, ему было 20 лет. Он, имея достаточно посредственное телосложение, он смог очень набрать популярность именно в нише фитнес, мужской фитнес. Не могу сказать, что бодибилдинг, скорее всего, как фитнес. Это произошло, чтобы вы понимали, до того, как менс-физик появился. То есть, был определенный запрос в обществе на то, чтобы выглядеть не как вот эти брутальные здоровые качки, которые на самом деле очень многих отпугивают. А был запрос, что вот я хочу выглядеть там сексуально, красиво, потянуто, но не так громоздко, как традиционные культуристы. Эта ниша сейчас абсолютно перегружена. Называется эстетический бодибилдинг. И фактически у нас появились даже категории, такие как менс-физик, где это реализуется. Но Азиз, помимо того, что он, во-первых, вскочил в эту нишу самым первым. Во-вторых, он был представлен в социальных сетях. И это тоже интересная история, потому что именно это позволило ему набрать такую большую популярность. Именно это. Есть очень много хороших ребят, более талантливых. Но если вас нету в соответствующей нише, если вас нет в социальных сетях, то про вас никто не знает. Будьте вы там хоть в 10 раз, 10-кратный чемпион, победитель. Но если вас нет в социальных сетях, люди про вас не знают. Про Азиза знали. И во многом это связано с тем, что он играл в игры. Он был фанатом вселенной WorldCraft. У него был очень прокачанный персонаж в этой игре. Который он в 19 лет выставил на продажу. Продал за какие-то существенные бабки. И на эти бабки купил абонемент в тренажерный зал. Я думаю, что фактически сразу с первого года занятия он начал использовать анаболические стероиды. Я так думаю, потому что, во-первых, он очень быстро поменял свою физику. А во-вторых, потому что его брат привлекался за хранение анаболических стероидов. Ну и соответственно 2,2 складывается очень легко. Они очень-очень не любили говорить про анаболические стероиды. И он, и брат, и вообще вся эта тусовочка эстетичных бодибилдеров по двум причинам. Во-первых, если вы пропагандируете эстетичный здоровый фитнес мужской, то использование анаболических стероидов очень сильно компрометирует. Соответственно, тут нет уже как бы здоровья. И все на самом деле не совсем натурально. И с точки зрения продаж это будет работать плохо. Поэтому традиционно вообще даже профессиональные культуристы, они постоянно уходят от этого вопроса. Типа я там натурал, либо как минимум хотя бы просто молчат, это не обсуждают. Это первая причина. Вторая причина в том, что в Австралии очень суровое законодательство по анаболическим стероидам. В Австралии, в отличие от многих других стран, даже криминально, даже наказывается употребление. То есть понятно, что во многих странах наказывается продажа соответствующих фармакологических препаратов, но в Австралии даже просто употребление. То есть фактически возьми любого культуриста австралийского со сцены, сделай ему хороший анализ крови, и его можно привлекать к уголовной ответственности. Поэтому все австралийские культуристы, они там мамой клынусь, типа я типа нет, я натурал, они там придумал все вот эти вот сказки, что я там много ем грудки и все такое прочее. То есть они максимально пытаются дистанцироваться от использования запрещенных допингов. И ЗИС прекрасно это понимал и тоже дистанцировался. Его было очень много в социальных сетях, в частности в Фейсбуке, а потом и в Ютьюбе. То есть социальные сети только-только-только набирали обороты, и он оказался тем парнем, который был представлен в социальных сетях. И тем самым, это примерно такая история, наверное, как с Юрой Спасакукоцким, который завел свой канал в самом конце 2007 года, и в течение нескольких лет вообще никого на Ютьюбе не было, и это позволило ему собирать очень хорошие сливки и зарабатывать хорошие деньги на персональных тренировках. ЗИС начал, еще чуть-чуть даже позже, чем он, но это было в иностранном, в англоязычном сегменте, вот где-то 10-11 год, это пик славы ЗИСа, потому что он пошел в тренажерный зал и начал выкладывать свой путь, о том, что типа вот я такой дрыщ, но я типа собираюсь за год достигнуть больших результатов, он показал фотографии, на кого он хочет быть похожим, и он все это, весь этот процесс, такой, знаете, реалити-шоу, он это выкладывал, он был новый продукт на рынке тогда, конкуренции не было, он предложил что-то вот интересное, эстетический бодибилдинг против традиционного, ну и плюс он был такой, знаете, неуверенный, несостоявшийся подросток, во всяком случае в начале, и для того, чтобы стать более уверенным, вот он начал тренироваться, а он потом начал танцевать, выступать в ночных клубах, очень знакомая история, вот, я таких ребят знаю очень много, но смысл в чем? Смысл в том, что он удовлетворял определенный запрос, особенно среди молодежи, вот посмотри, у тебя не получается, вот ты можешь стать другим человеком, и у тебя получится, причем в его ранних записях он прямо говорит о том, что типа там я задрот, типа девушки даже понять не могут, вот как я себя чувствую плохо, как я не уверен в себе, ну, прям, он говорит, я нерд, нерд, ну, типа задрот, типа, и, безусловно, вот эта откровенность и умение посыпать пеплом свою собственную голову, это привлекало, это всегда привлекает, когда человек не пытается понтоваться, что я вот такой, он рассказывает реально про свои слабости, он рассказывает, чего он хочет, и когда нет никакой конкуренции вокруг, это привлекало. Он стал супер популярен, и дошло дело даже до того, что он выпустил свою собственную марку протеина, протеин богов, и свою марку одежды, и даже свою книгу, то есть он популярным побыл очень недолго до своей смерти, но смог сделать очень много то, что другие за всю свою жизнь не могут сделать, выпустить свою собственную марку спортивного питания, одежду, книгу и так далее. И в 2011 году он поехал с друзьями в Таиланд отдохнуть, и официальная версия смерти, что он пошел в сауну, и умер там из-за врожденного порока сердца. Опять-таки, тема такая очень щепетильная, нифига не понятно, что там на самом деле произошло, потому что пороки сердца бывают разные, но опять-таки, культуристы, которые используют фармакологию, очень часто умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. На восьмое место я поставил Алексея Эмерякова. Это врач, эндокринолог, который консультировал спортсменов и сам активно выступал на соревнованиях и хорошо выступал. И этот парень умер в 2016 году, когда поехал на соревнования в Барселону, Арнольд Классик. История производит впечатление, потому что человек, который консультирует о том, как правильно использовать фармакологию и как подготавливаться к соревнованиям, по итогу умирает от фармакологии и фактически на соревнованиях, после соревнований. Как так могло получиться? Эмеряков был хорошим специалистом в эндокринологии, фармакологии, в ПКТ, как восстанавливаться, как что делать, как что с чем совмещать. Это такая, знаете, очень специфическая тематика. И для того, чтобы в ней разбираться, нужно быть увлеченным. То есть помимо академического образования нужно быть увлеченным. И он был именно таким человеком, потому что он выступал на соревнованиях, для него это лично было интересно. И я помню его последний пост в социальных сетях о том, что у меня нету каких-то, он пишет, у меня нет каких-то особых стремлений стать там суперпрофессионалом. Я участвую на соревнованиях для того, чтобы протестировать на себе всякие штуки. В том плане, что я консультирую профессиональных атлетов, и мне для консультации нужно побыть в их шкуре. То есть мне нужно поучаствовать на соревнованиях и потестировать на себе всякие вещи, как подготавливаться к этим соревнованиям. И на своих клиентах я не рискну экспериментировать, а на себе я могу рискнуть экспериментировать. Это последний пост, и после этого он умер. О чем идет речь? Когда вы выступаете на соревнованиях, это совсем не та история, когда вы просто качаетесь, чтобы быть здоровым. Потому что на соревнованиях нужно быть сухим и нужно быть с низким уровнем воды в теле, чтобы рельеф был лучше. И, соответственно, чтобы это реализовать, люди используют мочегонку, там всякие форосемиды, верошпироны и прочие, там целые курсы. Используют там дистиллированную воду. То есть, в принципе, форма, ну традиционная форма, такие как анаболические стероиды, она опасна, потому что она со временем может приводить к гипертрофии различных органов и ухудшать сосуды из-за того, что плохой холестерин увеличивается. Но вот когда еще и соревнования, это прям вообще двойной удар. Потому что вся эта система, которая работает не идеально, ее погружают еще в стресс-тест. Потому что любые соревнования это стресс-тест. Потому что количество жидкости в организме меньше, это автоматически обозначает, что кровь более густая, давление в системе выше. Понимаете? То есть, система и так как бы под нагрузкой. А тут ей так, на вот тебе, лови еще в плечи. А что будет, если кровь будет еще гуще, потому что ты воду не пьешь там несколько дней. А что будет, если давление будет еще выше, потому что кровь густая из-за анаболиков, а воды меньше, естественно, пропорция меняется. Короче, эта система, эта вещь такая очень опасная. И я как человек, который выступал на соревнованиях не раз, я вам скажу, что это самые такие неприятные воспоминания вообще в моей жизни, когда ты стоишь на соревновании, тебе в глаза светит, и ты уже, и тебе же надо напрягаться постоянно на соревнованиях, ты держишь позу какую-то длительное время. Это очень изматывающая история. И я помню, в моем случае, я уже прям, я думал о том, что будет очень неудобно, если я сейчас на глазах у всех зрителей вот тут упаду. А я прям понимаю, что я вот сейчас упаду реально. То есть, ни руки поднять не можешь, То есть, это очень изматывающая вещь на самом деле. И даже это замечают, ну там, тренера твои замечают, когда там говорят там друзьям моим, кто там тоже на сцене, говорят, вы там за Борисовым присмотрите, потому что он сейчас, мне кажется, совсем ему плохо. То есть, прям по мне видно, что вот я сейчас упаду. А ты, конечно, если ты не пил там два-три дня, а еще знаете, какая система была, ты ходишь еще в сауну, выгоняешь в воду. И чтобы вода, это обратно, ты же не можешь зайти в душ, это запрещено, кожа напитает воду. И для того, чтобы, для того, чтобы вода выходила и не заходила обратно, есть специальный вот этот вот шкребок от мыла, мыльница. И ты мыльница, вот это вот, сошкребаешь воду и сбрасываешь ее. Либо промокаешь полотенцем. И, соответственно, ты сидишь потеешь, вода из тебя выходит и все, ее обратно нет. То есть, ты два дня не пьешь, ты в сауне потеешь и, соответственно, тебе очень плохо потом на сцене. Но зато у тебя маленький процент воды и у тебя рельеф лучше. Рельеф действительно был лучше, я тогда хорошо выступил, но я понимаю, что это очень такая опасная штука. И кто-то ее переживает, а у кого-то здоровье похуже, кто-то ее не переживает. Что случилось с Алексеем? У него случилась аневризма аорта. Это, знаете, такой большой шланг, который отходит от сердца и по нему идет кровушка по всему остальному организму. Потом она обратно возвращается в сердце и снова... То есть, это ключевой шланг, по которому качается кровь. Он самый большой. И вот он, аневризма, это когда он нарушается, когда он там истончается, надувается и так далее. И если что-то происходит с этим шлангом, то сделать уже что-либо сложно, потому что это, грубо говоря, самый главный, самый ключевой сосуд в вашем организме. И вот это произошло с Алексеем. И это произошло не на самих соревнованиях. Соревнования прошли. Это произошло там через несколько дней. Он решил там остаться. Положили в больничку. Ну и в больничке он умер от вот этого аневризма. Вначале думали, что отравление. Ситуация так себе на самом деле, потому что оказалось, что никто к этому не был готов. и потом всем миром собирали там 10 тысяч долларов для того, чтобы транспортировать тело обратно на родину. Потому что девушка осталась телом в Барселоне. Денег нет. И что делать непонятно. Я помню, как там всем миром собирали эти деньги, чтобы транспортировать обратно тело. История плохо закончилась. И безусловно про это не хотят говорить, но безусловно состояние крови на соревнованиях оно способствовало тому, что произошло. То есть аневризма аорты безусловно, когда кровь более густая и когда давление выше, конечно же это влияет на шланг. Конечно же это влияет на шланг, по которому эта кровь течет. Вот представьте, кровь стала более густой и давление стало выше. Создает это нагрузку на шланг или нет? Конечно, создает. Ну и собственно говоря, даже если все это отбросить, то что это за совпадение такое? Человек умирает, вот соревнования, и вот человек умер. Это вот случайно так совпало, что вот соревнования и человек умер? Случайно так совпало. Он не умер там за месяц, за год, за три года, за три недели. Он умер вот на соревнованиях. В момент участия после соревнований. Это что, случайное совпадение? Конечно же нет. Конечно же выступление на соревнованиях усугубило ситуацию. И в этом была его главная ошибка. То есть он хотел, видимо, потешить свое тщеславие. Он хотел какой-то хороший титул международный. Это были первые его международные соревнования. Он хотел иметь что-то в своем резюме такое, что вот я не просто там консультант, а типа я вот выступал на международных соревнованиях. И, в общем-то, это, ну, хорошая идея. Это хорошая идея. Это должно производить впечатление на клиентов, видимо. Плохая идея была в том, что он хотел выступить прям очень-очень-очень супер классно. и он слишком перекрутил с этой подготовкой. То есть он слишком жестко ограничивал себя во всем, слишком жестко сушил свой организм в этих соревнованиях. То есть если твоя задача не быть профессиональным атлетом, а просто иметь что-то вот в резюме, хорошую запись, то не надо было так ужесточать. Не надо было. Ну, с другой стороны, кто это может знать в моменте? В моменте тебе кажется, что я хочу быть... То есть я про это, допустим, когда я выступал на соревнованиях, я не думал. Я не думал. Я там и... И фуросемид в последнюю ночь перед соревнованием. Ты два дня не пил. И два дня ходил в сауну. Ты сидишь в сауне, уже вода с тебя не стекает. Уже все, пот закончился. И еще... И ты еще на ночь еще фуросемидом закидываешься, а потом ночью у тебя постоянные судороги и иголочками тогда пользуются. Если когда тебе мышцу сводят, ты иголочкой, типа, должен... попродавливать. Ну, короче, это такая история, ребят. Весьма-весьма опасная. В моем случае, слава богу, все закончилось хорошо, но это не значит, что во всех случаях эти истории заканчиваются хорошо. Вот и Мерякова, к сожалению, не стало. Андреас Мюнцер, человек без кожи, его я поставил на седьмое место. Атлет скончался в девяносто седьмом году. На пике своей спортивной карьеры ему был тридцать один год. Тридцать один год. Он был известен своей уникальной сухостью. Опять, видите, сухость, это такая штука очень опасная. Одно дело быть большим, другое дело быть сухим. Это прям сухость прям ведет к беде. Проблема Мюнцера в том, что ему нужно было быть не просто сухим, ему нужно было быть сухим чуть ли не круглый год, чуть ли не постоянно. Почему? Потому что у него был очень дорогой образ жизни. Он тренировался в Мюнхене у Альберта Бусека. Это тоже очень интересная история, потому что Альберт Бусек очень известный функционер IFBB Федерации и, в общем-то, друг Джо Вейдера. И они очень такие похожие персонажи. И тот, и тот гомосексуалист, и тот, и тот продвигает бодибилдинг один в США, другой в Европе. И всегда под свое крыло привлекают известных атлетов. И, в частности, Арнольд Шварценеггер же, он тоже был сначала в Мюнхене в зале Бусека, а потом его отдали под крылышко Джо Вейдера. И вот Мюнцер в этом плане чем-то очень похож на Арнольда Шварценеггера, потому что он стал звездой европейского бодибилдинга, и Бусек его постоянно продвигал, печатал в своих журналах, дал ему работу и так далее. Очень похожая история на историю Арнольда, только она случилась чуть позже. Так вот, для того, чтобы постоянно жить в этой системе, Мюнцеру нужны были постоянные деньги. Говорят, что фармакология ему стоила порядка 6 тысяч долларов в месяц. Не забывайте, что это 90-е годы, то есть тогда 6 тысяч долларов это существенно больше, чем сейчас. Это достаточно большие деньги. И где мог культурист взять эти деньги только на коммерческих позированиях? То есть, если известный спортсмен, тебя могут пригласить, заплатить тебе пару тысяч долларов, ты там попозировал, ответил на вопросы, туда пришли фанаты, вот такая вот экономика была. Проблема Мюнцера в том, что ему нужны были деньги постоянно, и соответственно, ему нужна была постоянная форма. А постоянная форма это что? Это постоянная фарма. Постоянная форма равно постоянная фарма, потому что вы не можете натурально быть большим, и уж тем более вы не можете быть большим и сухим. Для этого нужно постоянно фигачить, 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 и следить за своим питанием, и фигачить короче когда в 301 год он умер у него начали отказывать органы у него начала отказывать печень и почки и по итогу он скончался из-за чего отказ отказали печень и почки из-за большого количества фармакологических препаратов есть я встречал противоречиво очень цифры в одних источниках говорят что на вскрытие обнаружено у него 20 препаратов без источники которые говорят что нашли 200 препаратов уж не знаю что там и как там я слышал когда мне было 20 лет я не помню название этого препарата на тот момент выглядело все очень разумно есть в бодибилдинге препарат очень мощный антикатаболический это не анаболические стероиды какой-то очень мощный антикатаболик такой нишевый не очень известный и мюнцер активно использовал этот антикатаболик для того чтобы получить пиковую пиковую сухость постоянную так вот оказалось когда у него там началось кровотечение оказалось что организм не мог выполнять те функции которые он должен выполнять в случае ну какой-то стрессовой ситуации то есть у нас же катаболические факторы гормоны вырабатываются для того чтобы наш организм защитить защитить в случае чего-то в случае какой-то жопы ну например там когда у вас что-то ломается внутри и вот у него началось кровотечение организм начал вырабатывать катаболические факторы они не работали потому что он их заблокировал вот этим вот препаратом кто там фанат фармакологии напишите что за препарат бо 20 лет прошло я нихрена не помню вот и ну вот такая вот печальная судьба после того как он умер а там все открестились бусек этот сказал что я ничего не знал он типа я вам не говорил что натурал это конечно голимый голимое вранье все он прекрасно знала типа вот они там не знают но экономика должна быть экономной то есть на этих ребятах они зарабатывают деньги также как джо вейдер зарабатывал на арнольде ему нужно было икона бодибилдинга что покупали его продукты товары журналы протеины и так далее и бусеку тоже самое бусека таким такой иконой был мюнцер понятно что он понимал что они там все заряженные по брови но ты не можешь это говорить в мире так часто происходит когда происходит когда какое-то говно ты понимаешь это говно все совершенно не так но ты не можешь про это говорить и вот это именно такая ситуация провели какие-то показательные рейды по залам мюнхена ну типа искали кто там залах продает фармакологию анаболические стероиды потому что вот смотрите но 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 вот умер культурист из-за анаболических стероидов поэтому сейчас мы все порешаем мы сейчас сделаем рейд по тренажерным залом и все наладится считался самым сухим вот человек без кожи и когда у него спрашивали типа зачем вы этим занимаетесь он отвечал что это это все равно что обладать ferrari но в том плане что мое тело как ferrari типа все хотят такое иметь но мало у кого это есть но вот такой вот ferrari которая в конечном счете разбилась грэг плит чувак который был очень популярен в десятых годах фитнес-звезда американская он печатался на 200 обложках фитнес-журналов то есть помимо того что он выглядел хорошо он выглядел именно не так как профессиональные бодибилдеры потому что многие обычные люди не хотят выглядеть как профессиональные бодибилдеры он выглядел как такой знаете хорошо подготовленный спартанец вот это грэг плит и при всем при этом он был достаточно коммуникабельный мог связать два слова достаточно сухой и он стал супер популярный чтоб вы понимали у него было подписчиков на ютюбе миллион подписчиков в инстаграме было два с половиной миллиона это десятые года когда интернет был еще не такой как сейчас то есть он был в определенной фитнес ниши с огромным количеством подписчиков и популярности у него были какие-то свои продукты которые он продавал и он был таким своеобразным мотиватором его 2015 году случилось страшное он попал под поезд как это произошло он решил сняться в рекламе энергетического напитка и суть сценария была такая он пьет напиток и обгоняет поезд то есть он должен был бежать впереди поезда видимо он решил что поезд едет по соседнему полотну а поезд ехал по тому же самому полотну где он бежал короче он хотел обогнать поезд но поезд обогнал его к сожалению человек умер недооценил риски ради хайпа то есть ему хотелось показать что-то такое прикольное что-то такое прикольное чтобы все в социальных сетях офигели как вот классно ему сказали побольше лайков поставили так далее и пренебрег рисками и это его погубило мне эта история напоминает екатерину деденко это вот история когда в сауне погибли случайно погибли люди из-за отравления сухим льдом был один рождения у этой екатерины и ее муж праздновал пригласили гостей и муж решил сделать прикольчик они взяли кучу сухого льда и выбросили его воду в бассейн а прикол в том что сухой лед при он реагирует с водой и образуется углекислый газ ну и соответственно чем больше да тем больше углекислого газа и можно отравиться и в общем несколько человек погибло включая ее мужа валентина который там прикольно все дела прыгнул туда прям воду в этот лед ну и все и людей не стало люди отравились люди погибли следующий культурист который умер в четырнадцатом году ему было сорок девять лет всего это майк матараца очень свое время популярный парень он стал известен не столько за свои выдающиеся чемпионские достижения он никогда не был первым на серьезных соревнованиях на профессиональных он стал известен за свою харизматичность харизматичность на это тоже есть спрос он вспоминается исключительно своим вот длинным языком который он постоянно высовывал на соревнованиях то есть он показывал такую определенную безбашенность открытую эмоциональность готовность выглядеть где-то странно но это людей прикалывает вот вот это вот искренняя эмоциональность открытость это прикалывает он был очень популярным история этого атлета интересная потому что он изначально вообще боксер бодибилдингом он начал заниматься так как бы дополнительно но все пошло очень очень так хорошо что он переквалифицировался стал профессиональным культуристом стал зарабатывать на этом деньги и он был тем человеком которого вот прям перла сцена ему очень нравилась именно сцена есть много соревнований на которых он выступал крайне плохо и было понятно что там не будет никаких шансов для него но он специально ехал на эти соревнования как он горил ради произволки ради того чтобы выступить показать свой язык походить покривляться и фанаты от этого балдели на самом деле то есть фанатам может быть не особо интересно там какая-то удивительная форма какого-то там чемпиона им интересно вот это вот эмоциональное взаимодействие и майк давал им это эмоциональное взаимодействие на сто процентов то есть он реально был прикольный такой на него всегда обращали внимание но у всего есть своя цена умер он от чего от того что у него перестало работать сердце у него были различные предпосылки начиная там с 2007 года у него были закупорки прямо на соревнованиях его забирали в больничку то есть у него сердечно-сосудистая система скажем так уже буксовала лет за десять до того как он умер но он ее так планомерно ушатал и он умер не дождавшись транспорт не дождавшись нового сердца он он ждал нового сердца но вы знаете что сердце нельзя вот так вот просто взять и купить даже если у вас очень много денег то сердце за органами всегда стоят в очереди и соответственно если нету соответствующего органа либо нужно перед вами еще кто-то в очереди стоит то соответственно вы умираете вот это вот ситуация майка почему нельзя купить сердце ну потому что это бы создала предпосылки для очень серьезной организованной преступности вы представляете если бы был прям рынок торговли органами мы еще пока не выращиваем органы это следующий этап сейчас кстати говорят о том что вот ближайшие лет десять уже органы будут выращиваться причем органы из ваших стволовых клеток которые не будут отторгаться потому что все что раньше существовало и сейчас все что существует это пересадка органа другого человека и ваша иммунная система все равно начинает пожирать этот орган потому что это не ваш орган а орган другого человека весь вопрос во времени то есть если это допустим сердце то лет пять-десять а потом нужно пересаживать новое сердца. Ну, то есть, так себе перспектива, на самом деле. Ну, и вы постоянно находитесь на специальных медикаментах для того, чтобы подавлять свою собственную иммунную систему, чтобы она не так быстро жрала чужое сердце. Так вот, ну, Майк не дождался сердца и умер. Что случилось? Ну, стандартный набор. То есть, фармакология, анаболические стероиды и особенно анаболические стероиды плюс гормон роста плохо влияют на сердце. К этому добавьте еще сосуды, в которых плохой холестерин и просветы сужаются. И поэтому сердечно-сосудистые заболевания это основная ключевая проблема, которая подстерегает всех профессиональных культуристов. И вот Майк, это пример такой вот ситуации. Очень прикольный, харизматичный бодибилдер, который умер из-за того, что он ухайдохал свое сердце. Сердце перестало работать. Флекс Уиллер, четвертое место, это как раз тот атлет канонический, который был для меня образцом. То есть, этот парень, который кондиции, которого как бодибилдера, как культуриста, мне импонировали. Он был очень интересный. Помимо того, что он был здоровый, в отличие от остальных, он был очень пиковый. То есть, его мускулатура, она вся была в таких в бугорках. И эта пиковость была достигнута, скорее всего, с помощью синтола. Скорее всего, с помощью синтола. Потому что еще в 90-х годах гуляли сплетни о том, что у Флекса Уиллера есть свой собственный врач, который профессионально колет ему синтол. И синтол, это такое масло, которое колется в мышце. мы еще сегодня проговорим про это чуть более подробно. Но если очень тезисно, то это масло, которое колется в мышце, и если его постоянно туда колоть в больших количествах в мышцу, то на том месте образуется, рубцуется ткань. Такое определенное омертвение. Но оно занимает определенный объем, и, соответственно, если это место покрыто живой тканью, живыми мышцами, то в целом все это набухает и выглядит достаточно естественно. Ну, если не перебарщивать. Потому что есть люди, которые перебарщивают и делают это сознательно. Руки-базуки, да. А есть люди, которые это делают очень-очень аккуратненько, еще говорят, не-не-не, никакого синтола, это все, это все, ребят, естественно, натурально. Ну, это вот вся вот эта вот история прозизов и прочих, да, в том плане, что есть выгода дезинформировать обычных смертных, да, что типа я там просто правильно питаюсь, тяжело тренируюсь, и поэтому я вот так вот выгляжу. И чуваки в это все верят. Вот. Ну, и Флекс Уиллер тоже там рассказывал, что не-не-не, никакого синтола, но в 90-х, я помню, интенсивно обсуждались его пиковые икры, что типа этого даже физически невозможно, его пиковые дельты. Он, в принципе, выглядел очень-очень круто, и многие говорят, что незаслуженно поставили Рони Коллимана тогда на той, о первой Олимпе, на первое место, а Флекс Уиллера поставили на второе место. И я, в принципе, с ними согласен. На мой взгляд, Флекс Уиллер действительно выглядел лучше и качественнее, и может быть, бодибилдинг бы развивался вообще в другом направлении. Ну, что было, то было. В общем, мне всегда импонировал этот парень. Проблема с ним в чем? В том, что в 2007 году он потерял почку, ему пересадили донорскую почку, а в 2019 году он потерял ногу, ему отрезали ногу. И он давал интервью Деннису Джеймсу, и после того, как ему пересадили почку, и до того, кстати, как ему пересадили почку, он понимал, что у него будут проблемы, то есть доктора его заранее предупреждали, что у него будут проблемы и с почкой, и после этого. И тем не менее, он продолжал выступать, и даже после пересадки почки он выступал на соревнованиях. Это вот, конечно, ошибка, так не надо было делать. И в конечном счете, вот ему отрезали ногу, и получилась очень неприятная ситуация, потому что человек с донорским органом, у него нету своей почки, у него нет своей ноги, и у него нету ни хрена денег сейчас, потому что он уже не может выступать по бодибилдингу, и собственно, все, в этом плане все печально. Да, у него есть какое-то количество фанатов, которым он нравился там в 90-х годах, но фанаты – это одно, а деньги – это другое. И выглядит все, конечно, очень не так позитивно и классно, как это все выглядело в 90-х. Я вообще вспоминаю всех суперчемпионов в 90-х, типа там Санбати, Флекса Уиллера, Ядса, ну вот всю эту дежуху, и понимаю, что там сейчас чуть ли не половины нету, нету Грега Ковача, нету Насера Эль Санбати, а Флекса Уиллер без почки и без ноги, ну так себе, конечно, это все выглядит совершенно не так, как оно выглядело в 90-х годах. Вот, в чем проблема? Говорят, что у него проблемы там с циркуляцией кровью, с циркуляцией крови, то есть, ну что, типа она там, какие-то у него там генетически врожденные заболевания, вот эта вся история про генетически врожденные заболевания, это вот всегда так, то есть, вот с каждым культуристом что с ним не происходит, там сердечно-сосудистая система, там что-то, где-то как-то, это все, это типа не связано со спортом, это вот генетика такая, ну понятно, что такой вариант объяснения, он им более выгоден, чем если бы они сказали, ребят, понимаете, я вот просто синтолом фигачился, я вас обманывал вот на протяжении всей своей карьеры, то есть, мои мышцы не такие пиковые, просто я масло туда, ребят, фигачил, потому что на это был спрос, и можно было больше контрактов ухватить и больше денег заработать, но проблема с синтолом в том, что вот он, он же фильтруется там, там почками, да, там продукты распада этого масла, они же как-то через кровь идут, вот мне почечку-то вырезали, ребят, понимаете, а еще из-за того, что я синтольщик фигачил в икры, вы же понимаете, это вот омертвевшая ткань, она же понимаете, циркуляцию крови нарушает, и вот теперь мне ножку-то и отрезали, так может сказать человек, так человек сказать не может, поэтому говорит, что вот, ну вот понимаете, проблема какая, вот не повезло, генетика вот такая, вот первую половину жизни везло, потому что весь мир, говорил, лучшая генетика в мире, посмотрите на эти мышцы, таких просто нет, это самый генетичный атлет из всех возможных, вот везло с генетикой первую половину жизни, а вот вторую половину жизни, ну вот не повезло, генетическое заболевание, а вы мне простите, этот мой такой троллинг, я буду немного себе его позволять для того, чтобы скрасить наше, наше общение, вот, ну, ну в целом, ну вранье, ну вранье, ну в мое мнение, что вранье, да, то есть, если ты, если ты колешь синтол в ногу, а потом тебе отрезают ногу, и ты говоришь, вообще никак не связано, вообще никак, да и вообще я синтол не колол, ну, как-то я, я в такую историю не верю, в общем, парень с очень классной физикой, парень, на которого можно было равняться, парень, который прям был такой, канонический такой, и вот сейчас он остался инвалидом, то есть, нет ноги, нет почки, нет денег, и это, конечно, очень-очень печально, на третье место я поставлю синтольных фриков, которых невозможно пропустить, одного нашего терешина сегодня уже третий или четвертый раз вспоминаю, так вот, самым известным синтольным фриком, самым популярным является Грег Валентино, вторым по популярности я бы назвал Дос Сантоса, ну, один из Америки, а второй, соответственно, из Бразилии, чем, чем интересен этот феномен, люди кричат о том, что синтол это плохо, это отвратительно, посмотрите, какие они уроды, им отрежут руки, ноги там, ну, в зависимости, кто куда что колит, и иногда это действительно так случается, как мы только что обсудили, но, несмотря на то, что люди кричат, что это отвратительно, уродливо и так далее, это привлекает внимание, а в современном мире, к сожалению, все, что привлекает внимание, приносит деньги, поэтому есть мотив, Грег Валентино, вообще, изначально, я как-то интересовался, читал его историю, он не был таким фриком, каким он стал, впоследствии, то есть, это был очень увлеченный культурист, который хорошо выглядел, лучше, чем большинство из нас, но в какой-то момент, он стал на темную сторону силы, то есть, он начал колоть синтол, а у него пошли быстрые природы, потом в какой-то момент стало понятно, что это выглядит неестественно, ненатурально, это палевно, и люди понимали, что это не настоящие мышцы, а синтольные, но он пожертвовал этим ради популярности, ради известности, то есть, понимая, что это, может быть, и для здоровья не очень хорошо, и это точно ненатуральные мышцы, но это приносит определенную популярность, это привлекает внимание, и вот так вот Грег Валентино оказался там, где он оказался, более того, у него на протяжении многих лет, он вел свою собственную колонку в супер популярном журнале Muscular Development, то есть, думайтесь, не профессиональный культурист, который там выступает на каких-то соревнованиях, а чувак, который загнал себе в мышцы кучу синтола, ему дают колонку в культуристическом журнале, то есть, это же о чем говорит, это говорит о том, что на это был спрос, то есть, на его как на личность, на его презентацию, и на его, в том числе, на его мышцы, был спрос, причем больше, чем на многих других культуристов, но раз есть спрос, значит, его можно удовлетворять, в чем проблема синтола, в том, что его нужно, ну, фактически, это приводит к омертвению тканей, рубцеванию внутренних тканей, то есть, раньше, как говорили, вот в 90-х годах, когда синтол только-только появлялся, ходили байки о том, что, типа, ну, это вот, ты просто мышечную фасцию растягиваешь, мышечный мешочек, и, соответственно, потом и твои мышцы легче растут, то есть, из-за того, что ты туда масло, а там нужно колоть очень часто и много, то есть, там такие схемы администрирования, например, сначала кубик в мышцу в день, потом, например, два кубика в мышцу в день, потом три кубика мышцы в день, в чем фишка? В том, что это масло, и у этого масла очень быстрый период распада, ну, типа, обмена, обмен веществ идет очень быстро, и, соответственно, вы вкалываете что-то, и это быстро выводится, и вам нужно снова вколоть, оно снова выйдет и снова вколоть, и если вы это делаете какой-то промежуток, длительный промежуток времени, там, какое-то количество месяцев, то организм начинает адаптироваться к этому, то есть понимая, что там постоянно что-то присутствует, и он не успевает с этим справляться, там начинает образовываться, ну, рубцеваться ткань. Фактически, это такие мертвые участки вашей мышцы, можно сказать так, потому что функциональность никакой это не несет, более того, это мешает подвижности и гибкости, что мы видим, например, например, у таких чуваков, как Катлер. Никто же не говорит, что все на синтоле, все профессионалы на синтоле, но почему-то, вот, после того, как выходит он из профессиональной карьеры, ему массажистам несколько раз в неделю нужен, для того, чтобы он ему разминал эти мышцы, ты пытался их как-то там продавить и так далее, что они там пытаются продавить? Они пытаются избавиться от вот этих вот уплотнений, потому что они начинают человеку создавать дискомфорт, но дискомфорт, это ладно, главное, чтобы ногу не отпилили. Так вот, проблема синтола в том, что его очень неудобно администрировать, это нужно кубами колоть и колоть, и колоть каждый день, и это еще и денег стоит каких-то. И вторая проблема в том, что образуется, ну, фактически мертвая ткань, которая может создавать проблемы, как для кровообращения, ну, и в принципе, может быть определенный дискомфорт физически. Но вот, Грег Валентина, его это не остановило, он раскачал себе руки до 68 сантиметров, выглядит это абсолютно неестественно, но он не парится по этому поводу, потому что мы, потому что мы его с вами сейчас обсуждаем. Мы не обсуждаем какого-то дрыща, у которого это нет, мы обсуждаем таких чуваков, как Терешин, и таких, как Грег Валентина, либо Дос Сантос, да, еще один известный персонаж, который пошел в зал, ну, понял, что, типа, качаться, естественно, накачать мышцы это долго, сложно, и не так эффективно, как если туда заливать масло. С Дос Сантосом вообще интересная ситуация, он, как я понял, не может себе позволить качественный синтол, потому что он стоит денег, поэтому он колет туда, ну, чуть ли там необычное масло, дешевое масло, и в какой-то период у него иглы перестали справляться медицинские, то есть, когда мышца стала такая большая, что он не может пробить в брюшко этой мышцы, чтобы заполнить ее маслом, он стал покупать ветеринарные иглы для животных, для быков, потому что обычные людские иглы уже не доходят туда, куда они должны доходить. Ну, вот такая вот шиза, люди делают все, все, что возможно ради популярности, и, смотрите, какой интересный момент, это работает, то есть, люди, а, фу, мерзко, отвратительно, но работает же, а, как бы, женщины, зачем делают себе там супер большие губы, груди и прочие части тела, а, они тупые тогда, но работает же, то есть, если бы это не работало, то они бы это не делали, если бы это не привлекало внимание, там уже качество этого внимания, какой там плюс-минус, это другой вопрос, но это привлекает внимание, и поэтому они это делают, и мы это видим как среди женщин, так и среди мужчин, в частности, вот вам, пожалуйста, синтол. Синтол в профессиональном спорте сейчас везде, разница только в том, что есть открытые фрики, такие как Дос Сантос, да, или Валентина, а есть ребята, которые говорят, нет-нет, это я все в натуражку, в натуражку, вы там не смотрите, что мне там ногу отрезали, там, или еще, или не смотрите, что у меня там три раза в неделю ко мне входит массажист, и он мне там продавливает все мое тело, типа, мне дискомфортно, просто это мышцы, просто это мышцы, вы не обращайте внимания, я на самом деле все натурально набрал, ну, вот такое вот, вот такое вот вранье, а есть ребята, вот знаете, можно же взглянуть иначе, можно посмотреть на тех, как на обманщиков, да, которые там супер популярны, известные атлеты, чемпионы, на них можно посмотреть, как на обманщиков, а на этих чуваков можно посмотреть, как на своих, потому что они, да, они делают говно, но они говорят, я делаю говно, я это не скрываю, вот они откровенные, В отличие от остальных. Но это, наверное, единственный плюс, который я могу найти в этих ситуациях. Впервые Арнольд Шварценеггер занимает второе место. В нашем рейтинге я решил поставить Арнольда на второе место. И более того, проблема не с его физической формой и здоровьем, а проблема с его взаимоотношениями. И более того, я бы, скорее всего, вообще не поставил его в этот список, если бы он был удовлетворен тем, где он оказался. Но недавно я посмотрел несколько его свежих интервью, и я вижу глубоко несчастного человека, который абсолютно не удовлетворен тем, где он сейчас оказался. И он жалеет о своих поступках. И он понимает, что это было, он так это называет, это была прям большая ошибка. Это самая большая ошибка в моей жизни. И я думаю, надо этот вопрос осветить, потому что традиционно все рассказывают про большие бицепсы и трицепсы Арнольда. Но никто не рассказывает про то, что он считает самой большой ошибкой в своей жизни. Что за ошибка? От него ушла семья, от него ушла жена, и он сейчас один, и он живет сейчас с осликом. Ну, у него там какие-то ослики, там какие-то свинки. Ну, по факту человек в старости остался одиноким абсолютно. И с ним не особо хотят общаться. И я всегда восхищался тем, как Арнольд Шварценеггер, во-первых, стал суперчемпионом, победил всех, кого можно. А потом перешел в совершенно новую для себя нишу Голливуд. И там стал суперизвестным, самым высокооплачиваемым актером Голливуда. То есть он в разных нишах стал самым лучшим. А потом он еще стал и политиком, и стал губернатором штата Калифорния, самого богатого штата в США. То есть он прям вот показывает три ниши, в которых он достиг удивительных результатов, и в которых, чтобы достигнуть результата, нужно контролировать свои эмоции. Нужно подавлять там свои хотелки, делать то, что нужно для того, чтобы получить результат. И он везде это делал. Он себя ограничивал жесточайше, когда занимался спортом. Вы все знаете эти истории, там, содранная кожа на ладонях, многочасовые тренировки и так далее. Он себя ограничивал очень жестко, про это знают меньше, когда был актером Голливуда. Все режиссеры любили работать с Арнольдом, потому что у него никогда не слетали катушки. Он всегда был пунктуальный, он всегда выполнял, что ему... То есть если у других актеров постоянно там приветики-конфетики, там, кто-то чем-то накидался, кто-то забыл, кто-то не выполняет требования режиссера, то Арнольд робот. Вот ему, как говорят, он все делает. Вижу цель, не вижу препятствия, и мы это видим в Терминаторе. Это вот робот такой вот. Человек, у которого... Который все чувства, эмоции отодвинет в сторону и сделает так, как нужно. Вот это вот Арнольд. И на фоне этого, то, что он совершил в 96-м году, не лезет ни в какие ворота. Потому что он совершил то, что нельзя было ему совершать. И он знал, что это нельзя было ему совершать. Ему это не простят. И тем не менее, он это сделал. И сделал, повинуясь своим эмоциям. Сексуальным эмоциям. Но история какая. Арнольд Шварценеггер был женат на Марии Шрайер. Кеннеди. Это очень серьезная фамилия американская. Одна из самых известных вообще в Америке. То есть, это непростая семья. В которой находятся, мягко выражаясь, непростые люди. И вот Арнольду позволили породниться с этой семьей. Одной из лучших семей США. И это произошло в 86-м году. Эта Мария родила ему там детей. А в 96-м году Арнольд Шварценеггер, ну, как бы, помягче. Ну, в общем, у него был секс с уборщицей их дома. У него был секс с уборщицей их дома. Как они потом, ну, как эта уборщица потом несколько раз говорила, что неоднократный. И результатом этих взаимоотношений с уборщицей появился сын. Которого Арнольд Шварценеггер признал в 2011-м году. Но в тот момент, когда он признал незаконно рожденного сына от уборщицы, которая убирала в их общем семейном доме, это было too much. То есть, Мария из клана Кеннеди, она была вынуждена уйти. И это, конечно, очень большой позор на семью. И очень большой позор для Марии. И очень большой позор для Арнольда. Про это как бы не говорят, но... Ну, говорят про это только на кухнях. Но смысл в том, что парень оказался не тем, кем он себя рисовал. И Кеннеди и знакомые... То, что я вот слышал из интервью, они говорят как... Вот вы живете с человеком, вы думаете, что вы понимаете, знаете человека, а в какой-то момент вы понимаете, что это другой человек. То есть, он все это время притворялся. И вот так говорят про Арнольда. То есть, ему доверяли, его считали адекватным. А то, что он сделал, говорит, что доверять ему нельзя было. Он потерял доверие абсолютное. Уж непонятно, почему он про это рассказал в 2011 году. Возможно, потому что вот этот вот ребенок, который у него родился, этот парень, он гораздо больше похож на Арнольда, чем все его остальные дети с Марией вместе взятые. То есть, парень реально похож на Арнольда в молодости. Парень хочет сниматься в Голливуде, как снимался его папа Арнольд. Парень тренируется в тренажерном зале. То есть, он делает все то, что, наверное, Арнольд хотел бы, чтобы делал его сын. В отличие от его остальных детей с Марией. И говорят, что, типа, когда этот ребенок подрос, когда ему там было 10-12 лет, Арнольду стало понятно, что это действительно его сын. То есть, если у него до этого были какие-то сомнения, ну, мало ли там чей-то ребенок, то потом стало понятно, что он настолько похож на Арнольда, что уже, ну, не проигнорируешь, что это действительно его сын. Но я думаю, что есть какие-то вещи, которые мы не знаем. То есть, я не думаю, что Арнольд бы просто так разрушил свою семью, отношение к себе в 2011 году, потому что он вдруг увидел, что этот мальчик на него похож. Я думаю, что есть какие-то факты, про которые мы не знаем. Возможно, эта история уже была близка к тому, чтобы стать известной публичной. И Арнольд решил опередить события для того, чтобы было больно, но не очень больно. Мне кажется, вот этот вот вариант более логичный. Во всей своей жизни, во всех своих карьерах сложнейших, он мог контролировать свои эмоции. А в какой-то вот момент, понимаете, он точно же знал, что это нельзя делать. То есть, если бы это был такой формат взаимоотношений, такое часто бывает, когда это можно было сделать, ну, когда все делают вид, что все нормально. И все специально закрывают глаза, все все понимают. Но это была не ситуация Арнольда. Он точно знал, что ему это не простят, это нельзя делать. Он точно понимал, что для него это будет плохо. Но, тем не менее, он это сделал. То есть, повелся на эмоции. Суперробот, супермашина, которая везде не велась на эмоции, вот в этом моменте повелась на эмоции, сделала то, что делать точно нельзя было. И теперь он про это жалеет. Он про это говорит, что это чудовищная ошибка, что я очень жалею. Ну, дело сделано уже, все, все. В этом плане я имею свое собственное предположение, почему так. Почему так. Надо рассказать такую микроисторию. Есть такой автор немецкий, Йоханна Харер. Это немка, которая в 30-х годах написала в нацистской Германии книгу «Немецкая мать и ее первый ребенок». Эта книга была написана в традициях Третьего Рейха. Ну, нацистская. Нацистская литература такая. Она стала официальной в Третьем Рейхе. Эта книга рассказывала, как воспитывать детей. И в соответствии с этой книгой воспитывали детей. Немцы и австрийцы воспитывали своих детей. Эта женщина, чтобы вы понимали, после 1945 года ее судили, даже посадили на пару лет, но потом выпустили. Ну, типа как пропагандистку нацистского всего этого движа. Но ее книги, они там миллионными тиражами были проданы. И в соответствии с этими книгами в детских садах и в школах учили детей. И родители читали эти книги. И в соответствии с этими книгами обучали своих детей. В чем смысл? Смысл в том, что ребенка нельзя жалеть. От ребенка нужно дистанцироваться. То есть, если ребенок плачет, не надо его там погладить, подойти к нему. Нужно, наоборот, от него отстраниться максимально, для того, чтобы он не садился вам на шею. Ну, то есть, фактически, история про то, что нужно дистанцироваться от ребенка, для того, чтобы он вырастал более послушным и вменяемым. И с точки зрения Третьего Рейха это было выгодно, потому что когда, очень не хочется в это далеко уходить, но смысл в том, что когда рвутся связи между ребенком и родителем, дети становятся более управляемыми и более послушными. То есть, с точки зрения любого авторитарного, либо тоталитарного режима, такие дети хорошие, они будут более послушными, они будут делать то, что говорят чужие. Потому что им недостаточно связи с их родителями, они будут искать связи в другом месте. Это вот прям вот если совсем просто упрощать. И в соответствии с вот этой идеологией воспитывались все дети, которые рождались в Германии и в Австрии. Я точно знаю, что Густав Шварценеггер был нацистом, Арнольд это много раз говорил сам. И то, как описывает Арнольд свое взросление в семье, говорит о том, что все это происходило ровно в соответствии с вот этой вот книгой, с вот этим вот воспитанием, как нужно было в Третьем Рейхе воспитывать детей. Вплоть до того, что там в 15-16 лет, я тоже недавно от Арнольда услышал интересный момент, родители даже брали плату за еду с мальчиков. То есть, они пытались вырастить таких вот независимых, приспособленных, которые вижу цель, не вижу препятствий. И это действительно сработало. И сейчас, когда прошло уже много лет после этой книги, и когда уже сейчас были проведены соответствующие исследования, оказалось, что в немецком обществе есть серьезная психологическая травма по этому поводу. Потому что уже взрослые бабушки, дедушки, они не могут любить своих близких, они не могут строить близкие взаимоотношения со своими дочерьми, со своими сыновьями, с родственниками ближайшими. И даже описываются там, допустим, такие ситуации, там бабушка какая-нибудь 60-70 лет, она плачет из-за того, что она понимает, что я хочу приблизиться, полюбить вот свою доченьку, но не могу. Вот что-то во мне блокирует это. А что блокирует? Блокирует вот это вот воспитание. То есть из-за того, что в детстве родители дистанцировались от них, пытались из них создать таких определенных роботов, которые, вижу цель, не вижу препятствий, никаких эмоций, из-за этого у людей проблема с эмоциями и с построением близких связей взаимоотношений. Они не могут строить близкие взаимоотношения, они не могут связываться. И вот эта вот ситуация, то, что произошло с Арнольдом, она прям вот каноническая, то есть она прям идеально ложится на вот это вот образование, которое было в Германии послевоенное в соответствии с вот этой вот литературой. То есть воспитывались люди, которые очень пунктуальны, очень ответственны и очень хорошо достигают задачи и выполняют хорошо приказы. Вот вижу цель, не вижу препятствий. В этом они очень хороши. А вот в плане построения эмоциональных близких взаимоотношений они очень плохи, потому что их прям сознательно отрубали от этих взаимоотношений. Они просто не понимают, что это такое и не стремятся к этому. И не могут даже это в себе как-то стимулировать, потому что в детстве они были воспитаны иначе. И это прям вот очень интересный инсайт с моей точки зрения, потому что я долгое время восхищался Арнольдом с точки зрения вот какой вот он упертый, да, вот такой робот, то есть терминатор. Есть какая-то задача, нужно ее выполнить, он это выполняет, несмотря ни на какие препятствия. Но оказывается, за все нужно платить, потому что если вы имеете такую настройку, обратной стороной будет то, что вам сложно взаимодействовать с людьми и вам сложно строить близкие связи с людьми. Сложно довериться людям, сложно любить людей, сложно принять их любовь. Вы вот всегда на дистанции. А это ведет вот к одиночеству, это ведет. Человек, который в 98-м году стал мистером Олимпия и после этого 8 раз был мистером Олимпия, то есть становился чемпионом среди профессионалов по бодибилдингу. Ронни Коллиман. И вот в 16-м году он окончательно стал инвалидом, он передвигается исключительно на инвалидной колясочке. Ронни Коллиман исповедовал очень тяжелый силовой тренинг. Вообще изначально он занимался пауэрлифтингом, то есть был вообще чисто сфокусирован на тяжелых движениях, там тяга, приседания, жим, на маленькое количество повторений, то есть хотел поднять побольше. Мышцы это было такое вторично. Постепенно, по мере того, как он становился профессиональным культуристом, естественно, он поменял свою тренировку, его тренировка стала более высокообъемной, культуристической, это там, где вы выполняете больше подходов, повторений, то есть общий объем увеличивается, но при всем при этом он всегда старался работать с очень тяжелыми весами. И постоянно по этому поводу была его вот прикольчик такой, lightweight baby, lightweight baby, то есть чувак берет там гантели по 60 килограмм, lightweight baby, ну типа такой прикол, типа это так легкий вес детка, типа такого плана. Я прекрасно понимаю, какое количество фармакологии проходит через профессиональных спортсменов, но ситуация Ронни интересна тем, что его проблемы догнали не из-за того, что у него там какие-то органы отказывают, печень, почки, сердечно-сосудистая система, как чаще всего бывает. Проблема Ронни в том, что у него отказал его скелет и его суставы. Это весьма необычно. И мы можем понять, что нужно делать, чтобы не оказаться в этой ситуации. Можно тренироваться очень тяжело, как делал Ронни Коллиман до того, как стал бодибилдером, фактически когда он был пауэрлифтером, когда он работал с тяжелыми весами. Можно тренироваться очень долго, высокообъемно, как традиционно тренируются культуристы. Но нельзя тренироваться и тяжело, и долго, высокообъемно одновременно. Это будет too much. То есть это будет слишком. И если ваша система, ваши мышцы, внутренние органы это еще как-то перетерпит, то ваш скелет, ваши суставы просто не выдержат. И эта вот ситуация с Ронни Коллиманом, это то, что точно, вот это первая ошибка. Мне кажется, поворотным пунктом был 2003 год. Коллиман хорошо выступил, победил на Олимпе. А потом были различные промежуточные соревнования, профессиональные, где обычно атлеты выступают, чтобы деньжат подзаработать. Ну там всякие ночи чемпионов, там гран-при и так далее. И вот на одном из этих промежуточных соревнований Ронни Коллиман проиграл Гюнтеру Шерлингкамфу. Это такой крупный бодибилдер, который там на тот момент был 130 килограмм, а Коллиман тогда был где-то 110 килограммов такого классного мяса, аккуратного. И вот, видимо, Ронни Коллиман испугался, что критерии судейские поменялись, раз они поставили вот этого чувака больше, чем я на первое место, значит и мне нужно быть как минимум таким, как он. И Ронни Коллиман за один год набрал 18 килограмм мышц. Ну понятно, что там форма, все дела. Весь смысл же в том, что вы можете поставить себе цель, я побеждаю в 110, отлично, и я буду дальше побеждать, я буду придерживаться этого плана. А потом внешняя среда вам посылает знак, что типа смотрите, вот ты теперь проиграл, вот я поставлю 130 на первое место. И ты такой, ага, внешняя среда в виде судей, раз вы хотите 130, я вам сделаю 130. И он сделал 130 и, конечно же, опять победил. Проблема в том, что это поломало вообще весь современный бодибилдинг. Он победил, соответственно, все остальные атлеты стали стремиться к нему. А такой вес он уже, ну, занадто большой. Для того, чтобы поддерживать такой большой сухой вес, это нужно в межсезонье очень много набирать, это нужно очень много есть и очень много колоть. И очень тяжело тренироваться. То есть наша система человеческая, она на это не рассчитана. То есть вам приходится постоянно на себе таскать огромное количество мяса. Это тяжело для костей, прежде всего. Они на это не рассчитаны. И вам приходится тяжело тренироваться, чтобы поддерживать это мясо. И уж вам приходится очень много есть. И в совокупности это создает очень большую нагрузку. Вот все вот эти вот огромные животы появляются после этого. И начинаются сыпаться различные системы. И вот у Коллимана начало постепенно сыпаться, ну, очень медленно. У него костная система начала сыпаться. Его суставы начали разрушаться, кости начали, позвоночник начал разрушаться. Но этот процесс был очень-очень медленный. Ронни Коллиман завершил свою карьеру, победил всех, кого можно, и ушел. И еще несколько лет он где-то там эпизодически выступал, подзарабатывал деньги на каких-то гостевых позированиях. Но продолжал интенсивно тяжело тренироваться с большими весами. И система начала сыпаться. Из-за того, что вес такой большой. И из-за того, что он его постоянно поддержит, вес его тела. И из-за того, что он работает с такими супертяжелыми весами и так много. В совокупности, это начало приводить к проблемам с его суставами. И первую операцию, которую он сделал, это, по-моему, было в 2007 году. Он заменил тазобедренный сустав, который уже разрушился. Через какое-то время ему пришлось заменить второй тазобедренный сустав. Это тяжелые операции. Проблема Рони Коллимана в том, что у тебя рассыпались суставы. Наверное, не надо нагружать их так, как ты нагружал раньше. Но нет. Рони Коллиман хотел дальше заниматься и быть таким же здоровым. И работать с тяжелыми весами. Он дальше продолжил заниматься. Увидел, что, допустим, он не может уже приседать. Так как он раньше со штангой приседал. Ну окей. Значит, я буду тогда жать ногами. Опять нагрузка на суставы. Короче, он, несмотря на все красные флажки, которые организм ему расставлял, он продолжал тяжело нагружать свой организм. И организм постепенно ломался. Прежде всего, суставы и кости. Тяжелые операции у него начались, когда начал отказывать позвоночник. Ему вставили два шурупа сначала в шейный отдел, потом в нижний отдел. Он продолжил заниматься. Вот представляете, у человека в позвоночнике шурупы, а он продолжает тяжело тренироваться. Потому что это же lightweight baby. Он продолжал заниматься до тех пор, пока эта система с шурупами не начала сыпаться. Достали шурупы. А достали шурупы, а система уже привыкла там за несколько лет с шурупами. То есть, она без шурупов не держится. То есть, надо обратно вставлять эти шурупы. А вставить обратно нет места, потому что уже поврежден с той стороны позвоночника. Ага. Что мы можем сделать? А давайте мы воткнем эти шурупы со стороны живота. Ну, представляете себе, что это такое? То есть, раньше ему со спины, там, позвоночник рядышком, да, втыкали эти шурупы. А теперь говорят, давайте со стороны живота. Это значит, нужно выпотрошить человека полностью. То есть, его нужно положить, спереди разрезать. Ему нужно достать его, ну, все, что в животе находится, нужно вытащить, чтобы вот со стороны живота вкрутить эти шурупы, а потом все это обратно сложить. Ну, сложнейшая операция. Сделали эту операцию, и чувак продолжил заниматься. И чем дольше он занимался, тем больше у него сыпались кости, тем больше у него ломался позвоночник, тем больше у него отказывались суставы. И в конечном счете он с 16-го года передвигается на инвалидной коляске. Вот такой вот эпизод. Это интересно в том плане, что это не какой-то, знаете, там, местечковый неизвестный культурист. Это прям именно топчик. Это, то есть, самый-самый известный культурист из всех, это Ронни Коллиман, это суперпрофессионал среди всех. И вот он сейчас инвалид. И вот он сейчас инвалид. Есть, конечно, другие позитивные истории, ну, типа там с Лихейни каком-нибудь, или, допустим, Дориан Йейтс очень-очень, мне кажется, классно вышел из спорта. То есть, я думал, что, как бы, у него не получится, потому что на тот момент оказался прям огромным парень. Ну, он, как бы, нашел в себе силы отойти и сейчас, судя по всему, ведет нормальную жизнь. Но вот Ронни Коллиман, он инвалид, он передвигается на колясочке. Вот такая вот печальная история. Вывод какой? Что заната, то нездраво. Да, то есть, во-первых, первая его ошибка – это то, что он решил совместить тяжелый тренинг и высокообъемный тренинг. То есть, можно тяжело, можно долго, но нельзя и тяжело, и долго одновременно. Это большая нагрузка. Вторая его… Даже три ошибки. Вторая его ошибка в том, что он погнался за массы тогда, в 2003 году, решил добавить еще 18 килограмм и превратился со 110-килограммового в 130-килограммового. Ну, и четвертая, третья ошибка – это то, что он, несмотря на все красные флажки, продолжил насиловать свои кости и свои суставы. Когда у него вот все разрушается, вообще прекрати заниматься. То есть, если у тебя там какой-то сустав трещит, скрипит. У меня вот, допустим, трещит, скрипит левый сустав на ноге, колено мое. Ну, я сейчас не приседаю. Я сейчас не приседаю, потому что пару раз, ну, у меня были боли. И я понимаю, что раз боли, мне организм сигнализирует. М-м-м, парень, не надо. И я остановился. То есть, вот эта вот ситуация, когда, допустим, я вот представляю, что-то случилось со суставом. С суставом. И мне этот сустав поменяли. У меня искусственный сустав стоит. И я такой пошел продолжать. Да нет, конечно. То есть, естественно, что нужно либо вообще прекратить занятия, либо просто делать какое-то кардио, либо нагрузку без веса. Ну, как-то так. Но точно не те тяжелые нагрузки, которые были раньше. Но Ронни Коллиман, у него свой путь. Он продолжил. Ну и вот, вот такой вот эффект. То есть, в конце концов, он оказался в инвалидной коляске. Хорошо, друзья. Как вам такой формат? Как-то сегодня получилось дольше, чем обычно. Хорошо, ребят. Хочу вам напомнить, что у меня есть мой телеграм-канал, где я выкладываю текстовые версии полезных статей для тех, кому удобнее читать, чем смотреть. Также в моем телеграм-канале есть две бесплатные программы тренировок. Одна для тела FullBody 90, другая для мозга Neuromax 90. Обе программы рассчитаны на 90 дней тренировок и подойдут тем, кто хочет начать, но не знает как. Если вам интересно, тогда добро пожаловать. Ссылки вот там внизу в описании. В следующем сюжете я вам расскажу кое-что интересное про наше сознание, про очень один интересный эксперимент, который вообще перевернул всю нейронауку. Ученые просто не могли в это поверить. Это будет очень полезно. Сегодня был такой просто разговорный жанр, а следующий сюжет будет вот именно такой практически полезный. Вот. Но у меня на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Я желаю вам удачи, успеха. И да пребудет с вами сила, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!